Если граждане России, живущие в Абхазии, получают пенсию Российской Федерации, то они не могут претендовать на эту доплату, уточнили на совещании. После того, как было принято постановление о повышении пенсии гражданам, не являющимся получателями пенсии иностранного государства, Министерство труда Абхазии занялось уточнением числа самых социально незащищенных пенсионеров. Президент Рауль Хаджимба попросил министра труда отчитаться за проделанную работу. Деньги мы с вами получили, практически те документы, которые были приняты по данной теме, начиная с 2015 года, постановления 3 июня, по тем надбавкам, которые должны были быть, и по тем решениям, которые должны были быть связаны с количественными параметрами людей, которые должны были получить те объемы средств, которые вы сами же здесь мне определили. Вот я вижу по таблице, я просил бы, вот что сделано за это время. Поступило к нам заявок более 5000, но 4447 заявок обработаны, и эти деньги уже перечислены, значит, Сбербанком на те отделения банков, где должны получать они. Сурен Кирселян уточнил, что отделы социального обеспечения продолжают принимать заявки от пенсионеров с распиской, что они не являются получателями никакой иной пенсии, кроме Абхазской. Вот есть такая расписка обязательства, которую они подписывают, и эти списки поступают к нам в министерство. У нас, значит, с пенсионным фондом Российской Федерации проведена сверка наших данных, и мы тогда сверяемся с этими данными, чтобы не получилось, значит, накладок. Это должно быть закрыто вот уже буквально через какое-то время. Деньги лежат, и деньги должны дойти до людей. Никаких больше разговоров я, чтобы не слышал. У разных категорий пенсионеров разный размер доплат. К примеру, у пенсионеров по возрасту, которые сегодня получают 500 рублей, доплата составит 1000 рублей. У пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет в размере 200 рублей, доплата также составит 1000 рублей. У пенсионеров, имеющих звание народный, заслуженный работник и получающих 1500 рублей, доплата составит 500 рублей. Президент еще раз подчеркнул, что это единовременные доплаты. Люди должны знать, когда мы плохо разъясняем, получается так, что получив однажды такую пенсию, человек потом ждет, что будет получать еще раз такую же пенсию. Нужно разъяснять, что это надбавки были. Вот эти надбавки один раз в том объеме, которые должны были быть получены, за весь год выданы. Следующий месяц это уже будет с учетом той маленькой или большой надбавки, которая причитается ему в течение одного месяца. И поэтому люди должны понимать, а не рассуждать потом, как это было, вот сейчас я смотрел в интернете, что мы куда-то перенаправили пенсионные возможности наших людей. Что мы куда-то на футбол их потратили. Выплаты за 2015 год будут осуществляться из российских поступлений. Это финансовая помощь России. А за 2016 год ежемесячно из собственных средств Абхазии. Елена Лула, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова